Он был чудесным сыном, очень добрым. Он всегда был рад помочь, если кто-то в этом нуждался. Вспоминает Мэриэн Виафор и его мама. Но его поведение не всегда было ангельским. Атлетичный молодой человек пробует учиться в колледже. Но когда понимает, что это не его, он бросает учебу и устраивается на работу, а вскоре женится. Вместе с женой Винс нашел для себя новое хобби. Каякинг. Каякинг – это очень популярный вид активного отдыха на воде, который подразумевает плавание в одноместной лодке. Первый брак Винса был недолгий. Он развелся с женой. И спустя некоторое время Винс встречает новую любовь. Красивую блондинку из Латвии. Анжелику Гросвальд. Анжелика родилась в Латвии в то время, когда она еще входила в состав Советского Союза. А когда железный занавес поднялся, она нашла работу няней, чтобы переехать в США. К тому времени, как она познакомилась с Винсентом, Анжелика работала барменом. Когда Винс ее увидел, то он не смог устоять перед красивой улыбкой и сразу влюбился. Она была такой же отважной, как и он. Ее хобби – фотография, а также каякингом. Поэтому, когда 44-летний Винс и 34-летняя Анжелика познакомились, они сразу нашли общий язык. Все, кто наблюдал их отношения со стороны, говорили, что они неразлучная и очень счастливая пара. По словам знакомых, сама по себе Анжелика не была слишком общительной. У нее был узкий круг знакомых и друзей. И когда она нашла близкого человека, то была безмерно счастлива. Вскоре после начала отношений Винсент познакомил Анжелику с мамой. Мэриан Виафор Анжелика показалась не очень ласковой. Она русская, поэтому у нее другой менталитет, другой взгляд на вещи и манера общения. Но, как и для любой матери, самое главное, чтобы сын был счастлив. Анжелика поздравляет Винса с Новым годом. Он любил ее, он хотел быть рядом с ней все время. Он хотел жениться на Анжелике и даже говорил о том, что хочет завести детей. Вскоре после того, как Винни сделал предложение, Анжелика уволилась с работы. Теперь она занимается йогой, много фотографирует и ждет любимого мужчину с работы. В свое время Виафор всячески заботится о благополучии любимой женщины. Он много работает, чтобы она ни в чем не нуждалась. Он даже поместил ее в свой страховой полис. Вскоре Анжелика находит работу волонтером на заброшенном острове Баннермана. В прошлом этот остров использовался как склад для хранения оружия и военной техники. Туристы очень часто посещают это место. Характер Винца нельзя было назвать замкнутым, скорее наоборот. У него было много друзей, но он любил вечеринки. Виафор был щедрым и веселым. Виафор был щедрым и веселым. Онşam körней ядем. Виафор был raptured. Он с tubа появился кто-то. Вы хотите停止етроваться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Она оказалась очень тихой, сказал следователь полиции штата Нью-Йорк Дональда Куарта На вопрос, что случилось, она ответила, что в результате сильного ветра он перевернулся в воду, а она не могла добраться, чтобы помочь На следующее утро, когда мама Винса, Мэриэн Виафор, готовится к работе, она получает худший звонок в своей жизни Ей сообщают о том, что с ее сыном Винни произошел несчастный случай И они готовы приехать домой к матери и рассказать все подробнее При встрече с Мэриэн полиция рассказала, что когда Винс и Анжелика катались на каяках, он упал за борт и пропал С тех пор ведутся поиски Мать Винни молилась каждый день, чтобы его нашли И каждый день она просыпалась с надеждой, что сегодня его найдут В этот сложный для всех период Анжелика, по мнению окружающих, переживала за исчезновение любимого особым образом Ее настроение было приподнятым На заднем дворе дома она занималась гимнастикой, делала колесо И опубликовывала это видео на своей страничке в фейсбуке Несколько друзей Винни видели, как Анжелика пела в караоке В это же время она опубликовывала фотографии, где курила сигареты и делала упражнения колесо Судя по этим снимкам, она весело проводит время Никаких следов Винни все еще не было найдено А в это время Анжелика приглашает Нила Маската, старшего следователя И группу других людей выпить с ней на вечеринке, которую она собирается делать в память о Винне При этом она говорит, что пора уже заканчивать поиски в этой холодной воде Они уважительно отказались посетить данное мероприятие Но для следователя это не показалось чем-то странным Он объяснял это так, что все люди имеют различный характер И реагируют на потерю близкого тоже по-разному С момента пропажи Винни прошло уже 10 дней Следователи решили еще раз осмотреть остров Но обнаружить что-либо новое не удалось И тогда они просят Анжелику отвезти их туда, где они были в тот день Вспомнить каждое слово и каждый шаг И вот они начинают идти по тропе А поведение Анжелики становится очень странным Она вдруг начинает плакать И она не может скрыть своего волнения Она стала хвататься за живот Выкурила две сигареты всего за 20 минут Затем ей вдруг понадобилось посетить ванную комнату Анжелика заметно засуетилась Она начала метаться из стороны в сторону Тогда Маската спросил Анжелика, что с тобой не так? Неожиданно для всех Анжелика начинает раскрывать тайны Своей сексуальной жизни с Винсентом То, какие требования он к ней предъявлял И она сказала, что это всегда ее очень беспокоило Тогда Маската предложил продолжить этот откровенный разговор с одним из них И Анжелика решила открыться перед следователем Де Куарта Сначала она выкурила сигарету, затем посмотрела на следователя и сказала Вы ведь знаете о защитной крышке, верно? Де Куарта не понимал, что она имеет в виду Поэтому попросил пояснить свои слова Анжелика сказала, что каяк Винни утонул Потому что на нем не было защитной крышки от слива Следователь спросил Анжелика, это ты ее сняла? Она ответила, да Далее Анжелика признается, что также сняла кольцо с весла Чтобы вывести его из строя Следователь спросил Хотела ли ты его смертью? Она ответила, да Я хотела, чтобы он ушел Я хотела стать свободной Конечно, Де Куарта не ожидал услышать это признание И у него не было с собой Ни ручки, ни бумаги для записей Ни диктофона Поэтому он не арестовывает Анжелику Однако Анжелика только что призналась в убийстве Поэтому Де Куарта не мог отпустить ее просто так Буквально за один миг из скорбящей невесты Она превращается в хладнокровного убийцу Анжелика считала, что таким образом она станет свободной И эти мысли делали ее счастливой Вскоре Гроссвальт была вызвана на допрос Де Куарта не мог отпустить ее Мы провели хорошую дискуссию Мы провели хорошую дискуссию Я думаю, что ты чувствуешь Я знаю, что мы не хотели идти Но это то, что мы должны сделать Почему ты не мог отпустить ее? Он не мог дать его Он не мог отпустить ее Потому что я надеюсь, что у него не было Я не мог отпустить ее Продолжение следует... 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 Она делала колесо на камеру, пела в караоке, приглашала следователей на вечеринки. Портали объясняет такое поведение характером Анжелики. Он утверждает, что она просто выросла в том обществе, где не принято показывать своих эмоций, будь то горе, будь то радость. Основным предполагаемым мотивом в этом убийстве являются страховые выплаты. Но Портали утверждает, что она не из тех, кого волнуют деньги. Она простая русская девушка из простой семьи, у которой совершенно другие ценности. Она выращивает цветы, любит фотографировать, любит природу. По версии Портали, Винц погиб в результате несчастного случая из-за сложившихся неблагоприятных погодных условий. Поскольку он пренебрегал безопасностью и даже не одел свой спасательный жилет. Адвокат утверждает, Винц – капитан своего корабля. Он отправился в плавание 19 апреля без спасательного жилета. При этом он знал температуру воды и то, что река в это время года может быть особенно коварной. Он сам отвечал за свою жизнь. Его неосторожность не может быть виной Анжелики. Лишь спустя 34 мучительных дня, после того, как каяк Винца Виафора перевернулся, его тело было найдено. Судмедэкспертиза подтвердила то, что Виафор умер от утопления, от того, что захлебнулся водой. Мэриан Виафор не верила, что это был несчастный случай. Жизнь моего сына была слишком коротка, и я знаю, что однажды мы увидимся, и я с нетерпением жду этого дня. Близкие Винцента Виафора поклялись сохранить в своей памяти его дух живым. 24 июля Анжелика Гроссвальд со слезами на глазах согласилась признать себя виновной в убийстве по неосторожности. Она признала себя виновной на основе соглашения о том, что она будет приговорена к максимальному тюремному заключению штата по этому обвинению от полутора до четырех лет. Дело в том, что было трудно доказать, что Гроссвальд убилой, в отличие от стрельбы или удара ножом, удаление крышки приведет к смерти только в сочетании с рядом других факторов, таких как температура воды, сильный ветер, а также состояние жертвы. На нем не было спасательного жилета или гидрогостюма. История этой трагедии разделила людей на два лагеря. Одни считают, что Анжелика убийца, другие то, что она жертва, которая ни за что провела в тюрьме 32 месяца. А что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!